Всем привет! Сегодня будем выбирать дизайнерские радиаторы. Для этого я пришел в салон и буду расспрашивать, задавать различные вопросы. Попытаемся понять, чем отличаются дизайнерские радиаторы от обычных и чем конкретно те радиаторы, которые я сегодня пришел смотреть, отличаются от других. Сегодня мне будет помогать Николай. Николай, приветствую вас! Добрый день! Никогда не думал, что на лидоколах ставят радиаторы. Почему ты даже не задумывался об этом? А оказывается, их ставят и более того, еще и ваши радиаторы ставят. Иван, там тоже люди, они тоже хотят находиться в тепле. Я понимаю, но никогда об этом не думал. Там же Северный полюс, логично, что там... Но я просто не думал, что он даже радиаторами отапливается. Понятно, срок службы? Срок эксплуатации 25 лет. Гарантийный срок 10 лет. Отлично! 25 лет, ребята, вы не будете знать никаких проблем. Смело плавать на лидоколе, да? Там их ставят радиаторы вашей фирмы. Следующий мой вопрос. Часто я сталкиваюсь со следующей проблемой. Хочу заменить радиатор. Вот он у меня от застройщика есть. Например, там метр на метр, грубо говоря. Выбираю дизайнерский. И мне нужен теплорасчет. Я-то думаю, что он будет размером такой же. А оказывается, что теплоотдача у него меньше. Поэтому мы вынуждены брать больше. Так ли это? То есть такой радиатор трубчатый, он больше по размеру будет, чтобы соответствовать теплоотдаче? Смотря с чем мы сравниваем и что сравниваем. Потому что от застройщика бывает абсолютно различные типы радиаторов. Бывают даже не радиаторы, а конвекторы. То есть для того, чтобы понять, какой мощности нам нужен радиатор, мы идем в управляющую компанию, к застройщику мы уже не идем, поскольку мы говорим о сданном объекте. А сданный объект, это значит, управляющая компания взяла его на себя. У них вся литература, вся документация. Мы идем к ним и делаем запрос на то, какой мощности у нас прибор стоит. А уже исходя из мощности прибора, исходя из геометрии... Потом с этим, видимо, ответом мы идем к поставщику. Лучше всего мы идем даже не к поставщику, а вот в такой инженерный центр. Вот такой инженерный центр, где коллеги помогут вам подобрать. Как вам такое подойдет? Да. Есть же золотое сечение, когда мы говорим о соотношении размера окна, ширины окна и ширины радиатора. Ну, 0,8 соотношение. Это как золотое сечение в этом, скажем так, в этой теме. И если вы выберете, подберете себе радиатор, он может быть разной глубины, чтобы встать вот... Ну, да. Ну, короче говоря, я хотел акцентировать внимание на то, что надо проверять теплоотдачу, ну, то есть существующего носителя. Мы его убираем, ставим новый, и чтобы теплоотдача была точно такой же. Совершенно верно. Но не факт, что размер будет такой же. То есть это надо уже консультироваться со специалистами. Потому что сам вы запутаетесь. У каждого производителя есть на его сайте либо на паспорте изделия схема и рекомендации по установке. То есть там будет указано, какое нужно расстояние до подоконника, какое расстояние нужно от пола. Там будет, как правило, указано минимальное и максимальное. И нужно, исходя из этого, опять же, лучше всего со специалистами. Ну да. Но все равно мы эти расстояния должны учесть, чтобы конвекция нормально работает. Обязательно. А этот вопрос я задаю, дорогие друзья, ровно потому, что когда вы определите размер радиатора, и может оказаться так, что он по габаритным размерам будет побольше, а чтобы за края окна он не вышел, мы его делаем повыше, и получается, что мы съели вот эти снизу, сверху расстояния. Ну, понимаете логику, да? Не всегда так происходит. И мы вынуждены будем его выдвигать. Вот. И тогда, вот это следующий вопрос. Тогда, соответственно, мы приходим сразу к следующему вопросу. Если мы не хотим его в шире и высоту, то тогда мы его в глубину начинаем наращивать. Правильно? Конечно. Добавляем трубочку. То есть у нас не две становится, а три. И тогда мы как бы габарит его уменьшаем. Сейчас растет, габарит его уменьшается. Да. Но вы тогда, дорогие зрители, должны подумать о шторах, которые вот могут висеть так, и, соответственно, ну как бы накладываться на этот радиатор. Но это уже вопрос не к вам, а к тем, кто проектирует. Ну, к дизайнерам, в частности, к нам. Чтобы мы это предусмотрели, там, карниз отодвинули подальше и так далее. Но просто это на этапе выбора радиатора уже нужно учесть. Следующий мой вопрос связан вот с чем. А какое подключение? Боковое или нижнее? У наших радиаторов есть вариант исполнения как боковое, так и нижнее. У всех моделей, абсолютно. Если мы переподключаем, это же нужно сразу сантехника приглашать? Или есть у вас специалисты, которые могут, ну вот, снизу эти трубы срезать там, как-то их нарастить, в стену заштрабить, сюда вывезти? Или как это происходит? Ну, давайте порассуждаем. Есть определенная, скажем, опять же, зона ответственности. Да. Когда управляющая компания владеет трубопроводами, мы владеем радиаторами. Мы владеем радиатором, мы можем при возможности его отключить, мы можем снять и поставить другой радиатор. Это как бы наше право. И здесь какой момент? Если мы начинаем переносить коммуникации, то эти вопросы нужно обязательно консультироваться и согласовывать с управляющей компанией. Обязательно. Вот если у вас из пола торчит подключение, а вы хотите вывести его из стены, лучше обратиться в управляющую компанию, получить от них какое-то разрешение, одобрение, обязательно зафиксировать его, чтобы они потом не сказали, а мы ничего не знали про это. И тогда уже продолжать ваш проект, ваш ремонт. Но вот разрешение мы получили, а физически руками кто это? Физически руками, конечно, нужны специалисты. И я бы вам посоветовал, опять же, чем хороши инженерные центры? Тем, что кроме того, что они дадут вам консультацию, подберут вам нужный необходимый набор оборудования, у них всегда есть еще и бригады монтажные, которые также точно придут к вам и осуществлят ваш проект, помогут. В моей истории был случай, я покупал радиатор немецкий, вот эти вот, которые сейчас, не знаю, здесь они, не здесь, зендеры. И когда мы его купили и притащили на объект, хотели поставить, а там нет переходника с одной трубы на другую, на их резьбу, нам токарь точил специально, мы не могли найти переходника. Как у вас с этим обстоит? Инженерные центры, имея огромный опыт установки, переустановки, монтажа и прочих работ, связанных с заменами и установкой радиаторов, они уже примерно понимают и знают, где на каких радиаторах какая резьба, какое подключение. Скорее всего, у них это все есть уже в наличии, и эти переходники точить не нужно будет. Еще есть такой момент, с которым, опять же, мы сталкивались, это вот так называемая обратка, да, это вот сантехники любят, да, подача обратка. Они бывают там перепутаны или еще как-то? У вас как с этим обстоит? Там еще расстояние межосевые какие-то там специфические? Действительно, существует проблема подачи и обратки. При замене радиатора стального панельного на секционный, мы, если ничего не предпримем и просто подключим его, то мы получим шумы и стуки. Стуки, которые нам не позволят в этой комнате даже спать. Даже находиться будет в ней некомфортно. Поэтому мы изобрели вот такой распределитель потока, в котором клапан, находясь в секции радиатора, вода в него затекает именно туда, куда нужно, с помощью вот такой двойной рубашки. Но нам придется в любом случае поменять подачу с обраткой, сделать это проще всего с помощью х-образного узла. А, то есть можно даже не разбирать, если что? То есть можно специальную такую штуковину поставить, да? Узел. Узел. Есть H-образные узлы, а есть X-образные узлы. Нам нужно просто, опять же, сказать нашему... Об этом в инженерном центре предупредят, скажут. Это нужно предупредить, какой радиатор вы меняете. Или это мы, заказчики должны... Вы должны просто будете рассказать, какой радиатор вы меняете на новый. То есть вы говорите, что у меня стоит вот такой радиатор. Что нужно для этого? Для того, чтобы у меня было комфортно. Вот, поняли, да? Короче, спрашивайте, что нужно для того, чтобы было комфортно. А не так, забрал, унес, поставил. А потом штуки, шумы и всякие стуки. А штуки там вот такие, серьезно. А я-то думал, это соседи стучат там чем-то по батарее. Вот, значит, не соседи. Нифига себе, я хотел уже участкового вызывать, ну ладно. Также хочу отметить, что для удобства расчета, теплового расчета, у нас есть BIM-модели. Они в свободном доступе, на сайте. Их можно применять и использовать в проектах. То есть BIM-модель нам позволит правильнее сделать этот тепловой расчет. И с учетом геометрии, той же геометрии этого радиатора. Друзья, наверное, немножко длинновато получилось, много вопросов. Но они помогут вам по максимуму избежать проблем, подводных камней, каких-то непонятных ситуаций, которые возникают сплошь и рядом. Поверьте, ремонтов я делаю много. И вот это все, все вот эти вопросы, они из жизни. То есть где-то что-то когда-то случалось, тратило потом много моего времени, денег и так далее, чтобы решить эту проблему. Поэтому нужно все на берегу обговорить, все вопросы задать и четко понимать, что у вас все будет хорошо. Ну, хотя бы на 90%, лучше на 99%. Спасибо большое, Никлай. Вы мне много чего рассказали нового, чего я раньше не знал. Ответили на мои вопросы. Я думаю, зрителям это будет очень полезно и интересно. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И пишите в комментариях ваши истории про радиаторы. Всем пока. Чао.